Елена Фисенко, как и остальные участники активного долголетия, приняла участие в выборах губернатора Московской области. Но в этот раз отдала свой голос по-новому – дистанционно. На самом деле это очень удобно, потому что каждый из нас понял, что дистанционно можно проголосовать из любой точки. Они помогали нам только в силу возраста, потому что мы впервые голосовали так, а так можно зарегистрироваться, проголосовать, не выходя из дома. Быть общественником непросто, дел не в проворот. Но дети войны и офицеры России с нагрузкой справляются. Поэтому нашли время и пришли на избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Мы видели результат работы нашего губернатора. Это детские сады, это школы, это поликлиники, это дороги, это детские площадки. Люди видели и пришли, проголосовали. Потому что мы поколение, которое дисциплинировано и действительно хочет тех результатов, которые достигли сейчас. Нас очень удовлетворяет и устраивает наш губернатор. Он очень много делает для области. Поэтому мы все, буквально все, все-все вышли на голосование. Нина Филиппова уже целый год в числе долголетов. Благодаря губернаторской программе на месте не сидит. Не пропускает ни одного занятия. Такие перемены радуют, признается активная пенсионерка. Мы очень довольны всеми событиями, которые происходят и в нашем Одинцовском городском округе, и в целом в Московской области. Строятся школы, строятся дороги. У нас сейчас в активном долголетии, благодаря специальной программе Андрея Юрьевича Воробьева, сейчас у нас очень много экскурсионных поездок, в которые мы с большим удовольствием... На выборах губернатора Московской области победил Андрей Воробьев. В Одинцовском округе за него проголосовало более 83 избирателей, как и в среднем по Подмосковью. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.